Ну и поскольку завтра День Знаний, мы решили музыкальный час в эту пятницу отметить вот так. Пригласили эстрадную студию Marmelad. Доброе утро! Доброе утро! О, круто! Руководители студии Marmelad Александр и Татьяна Абиткова и Юлия Лещенко. Здравствуйте! Здравствуйте! Слушайте, ну я тут прям прочитал, что вы участники общегородских мероприятий, а также международных фестивалей Крым-2016, Грузия-2017, Турция-2018. Я так понимаю, вы по курортам в основном специализируетесь? Совершенно верно! Это наш любимый вид гастрольной жизни и отдыха, и жизни творческой в целом. Здорово! А может быть сразу начнем с какой-нибудь песенки, фрагмента, чтобы все радиослушатели услышали, что у нас на самом деле в гостях эстрадная студия. Давайте попробуем! Для любви, для друзей Будет много светлых дней Если сердце говорит тебе люблю И душа рвется вверх Огрыленная мечтой Мир прекрасен, если я пою Мир прекрасен, если я пою Эстрадная студия Мармелад Студия Радио 54 Это полный коллектив? Нет, нет, это совсем небольшая часть То есть это демоверсия, да? Ничего себе, пол студии заняли Ребята, теперь так же хором скажите, в школу хотите? Да! Не так получилось хором, как это? Я хотела Я думала, будет половина на половину Молодцы! Что такое эстрадная студия Мармелад? Эстрадная студия Мармелад, давайте напомним Это прежде всего дружный творческий коллектив Не только форма досуга, так скажем Да, а творческий коллектив Который работает в жанре эстрадной музыки Мы имеем несколько направлений в своей студии Это и эстрадный вокал, эстрадная хореография И жанр конферансье у нас дети Кроме того, как поют и танцуют Еще и ведущие своих сольных концертов И, как правило по традиции Два раза в году мы с ребятами выпускаем концерты Которые отличаются друг от друга наполнением, режиссурой, театрализованной формой И, собственно, воспроизведением Потому что из года в год наше, скажем так, творчество повышает свой уровень Дети растут, с этим растет их умение, навыки, творческие способности развиваются И мы все счастливы Это из другой передачи А сколько лет эстрадной студии «Мармелад»? Эстрадной студии «Мармелад» буквально на днях исполняется уже три года К чему мы, собственно, будем завтра очень-очень сильно готовиться И все жители нашего города смогут увидеть наш сольный концерт В Центральном парке, на сцене Центрального парка Мы даем часовое представление в рамках общегородского мероприятия Которое посвящено Дню Знаний Поэтому приглашаем всех-всех-всех на это большое событие Здорово! За это время уже сложились какие-то у вас традиции свои в студии? Конечно! Ребята, какие у нас традиции, перечисляем? Ну, во-первых, как творческий коллектив мы больше всего в жизни любим выступать И отмечать праздники Такие праздники, как 8 марта, Новый год А день рождения у участников коллектива И такое бывает Да, мы собираемся всей своей дружной бандой Отмечаем и дни именинника, и все, что с этим связано В общем, гуляем на полную катушку Поем, танцуем И проводим все различные конкурсы Разыгрываем все различные классные подарки и призы И, в общем, вот так мы и живем Как провели лето? Судяно, хорошо Отлично Кто где был? Кто же Давиду? Летали в Турцию на гастроли В Турциях на гастроли Во! Это вот отлично! С этого и надо было начинать В Турции на гастроли Мы тоже с удовольствием Нас никто не приглашает Да У нас было плодотворное лето По традиции каждый свой творческий сезон Мы заканчиваем каким-нибудь таким гастрольным бамом И первый наш такой, скажем, гастрольный проект Был в Крыму В прошлом году мы были в Грузии И в этом году мы дали сольные концерты в Турции Здорово! И как вас там принимали? Принимали очень жарко-горячо Даже не хотели отпускать И с коллегами-организаторами Турецкими Мы навели такие, скажем так Связи дипломатичного характера И, возможно, даже в следующем году Мы совместно организуем какой-нибудь музыкальный фестиваль О, это здорово! Да, было бы отлично Кроме эстрадной студии Мармелад Может быть, еще какие-то прекрасные коллективы Примут участие там Да, в Марморисе Самое удивительное то, что Такое мнение бытовало Наверное, раньше может быть до сих пор бытует Что именно русский репертуар Не так известен, как там западный, да, скажем Ну, вот и в Европе На самом деле Оказалось все совсем наоборот Что много было представителей разных стран И там Ну, в основном европейцев Которые, оказывается, знают Подпевали музыкальную культуру России Абсолютно, да Все вот эти вот хиты 80-х, 90-х, даже 2000-х Там Все узнаваемо, очень воспринимается хорошо Давайте послушаем еще композицию В исполнении эстрадной студии Мармелад Это композиция уже записанная в студии Называется она хип-хоп, правильно? Правильно? Да, правильно Не стесняйтесь Молодец Итак, слушаем Сейчас песня, потом сразу на рекламу уйдем И потом продолжим Да, вы, что это, говорите? Все равно слышно Ближе, вставайте Сколько жить вам не дадут А это запись идет Сейчас уже можно не делать Ночью или утром раним Танцевать хип-хоп мы встанем И простой мотив с тобой споем Хип-хоп Треки, грузи, хип-хоп Не тормози, хип-хоп В ритме, туси, хип-хоп, хип-хоп, хип-хоп Хип-хоп Треки, грузи, хип-хоп Не тормози, хип-хоп В ритме, туси, хип-хоп, хип-хоп, хип-хоп Блин танца зажигает все Эй! Это стильно, это драйв и смех Хоу! Не зевай, бери за дело Вслед за мною двигай тело И за мною повторяй припев Ууу! Хип-хоп, треки грузи, хип-хоп Не тормози, хип-хоп Время грузи, хип-хоп, хип-хоп, хип-хоп Хип-хоп, треки грузи, хип-хоп Не тормози, хип-хоп Время грузи, хип-хоп, хип-хоп, хип-хоп Все на свете забывай Танцетом зажигай Повторяй, не зевай Хип-хоп, хип-хоп, дэнс Все на свете забывай Танцетом зажигай Повторяй, не зевай Хип-хоп, хип-хоп, дэнс Хип-хоп, треки-куси, хип-хоп, не тормози, хип-хоп, Брит, нету-си, хип-хоп, 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 Треки-куси, хип-хоп, не тормози, хип-хоп, Брит, нету-си, хип-хоп, хип-хоп, хип-хоп. В гостях у студии 54, эстрадная студия «Мармелад», детский юношевский коллектив с действующими направлениями эстрадный вокал и эстрадный танец. У нас в гостях, собственно, часть «Мармелада», самая сладкая, надеемся, часть, да, и руководители студии Александра и Татьяна Аветкова и Юлия Олещенко. Коллектив очень большой, коллектив детский, наверняка курьезов масса, поделитесь. Александр, кто что расскажет? Что случилось? Пустите спикера к микрофону. На одном из выступлений в Турции у меня не работал микрофон. Сейчас работает, на первых минутах, да? Да. Но потом его заменили и всё. Нет, здесь нужно пояснить то, что Александр у нас исполнял хит, хитовый «Белые розы». Да, и музыка начинается, понятно, она узнаваемая. «Белые розы» в смысле «Власковая мая», да? Да, да, да. Да, ну, кавер-версию. Но это был не самый первый номер, и как-то всё так гладенько, чистенько шло. И я уже сам за пультом стою, думаю, ну что-то... Подозрительное. И люди как-то, наверное, думают, может быть, мы там фонограмму включили или что-то. И тут выходит Александр, начинают куплет, звука нет. Да, какое-то время проходит, ему подносят микрофон, и люди даже как-то так ошарашены. Да, они мало души видят, что вдруг, да. А, так это всё-таки живой звук, ну, здорово, то есть... Вот, что Александр доказал, что мы поём живьём. Да, иногда специально надо... То есть это сыграло скорее в плюс, да, чем... Да, потому что вторая часть концерта, она абсолютно на каком-то другом эмоциональном уровне уже просто проходила дальше. Да, мне кажется, люди так и поняли, что это была там тоже какая-то своего рода театрализованная форма фишки. Раз, микрофон, заменили микрофон, всё работает, всё едет, всё поёт, оказывается. Ну, да, бывает. У вас в школе какой самый любимый предмет? Математика. Математика. Ого. А пения что, сейчас нет, что ли? Есть. Мы там не поём. Вы на пении не поёте? Нет. Ну да, это логично. Мы записываем, что мы в студии. Мы же в студии поём, зачем нам в школе-то петь, ну, правильно, да? Там математика. Я первый раз слышу, что математика была любимым предметом. У творческих людей. Да. И такое бывает, видимо. Это здорово. Какие у вас планы творческие? К чему готовитесь? Ну, понятно, вот концерт у вас будет в Центральном парке. А вот дальнейшие планы? Был Крым, Грузия, Турция, может быть, дальше Кипр, не знаю, там, что, Мальдивы. Ну, безусловно, покорение мира – это прежде всего. Нет, здесь самое главное – найти форму каждый раз, чтобы она была разная. А место, ну, как говорится, это место красить человека. А можно латность. Ребята, что сами хотят? Что вы хотите? Какие у вас мечты в рамках студии? Мармеладный самолет. Мармеладный самолет? Очень хочется за звездой с какой-нибудь. А, вот. Какой, например? Да, например. Например, ну, не знаю, пока. Какой-то совместный проект, да? Да. Например, с Максимом Пагиевым. С Максимом Пагиевым. Ну, было бы здорово. А если спеть? Ну, нет, понятно, что Максим Пагиев поет, но он скорее это делает в виде исключения. А если мы говорим о вокалистах или вокалистках, с кем бы хотелось спеть? Ну, с кем. Ну, да, у нас не так много вокалистов. Так что бы, да, надо же вспомнить. Ну, Полина Гагарина, наверное, да? Да. А я сейчас не понял, кто это. Современные дети.